Стоимость электроэнергии для жителей Волжского не увеличится, а юридические лица бюджетной организации будут платить за свет меньше. Об этом заявил сегодня первый вице-мэр города Михаил Кубанцев в ходе общения с журналистами. Он также рассказал о перспективах обновления коммунальной инфраструктуры Волжского за счет средств Международного банка реконструкции и развития. Материал Екатерины Караваевой. Ключевой темой встречи стала ситуация с Волжским энергосбытом. Эта компания на протяжении многих лет занималась энергоснабжением города, как жителей, так и организаций. Но с 1 июля решением управления по региональным тарифам организация лишена статуса гарантирующего поставщика электроэнергии, а курировать ее поставку в Волжском теперь будет Волгоград Энергосбыт. Естественно, население обеспокоено, не отразится ли смена поставщика на цифрах в счетах за свет. Эти опасения напрасно заверил Михаил Кубанцев. По его словам, для жителей города все останется по-прежнему, а вот юридические лица и бюджетные организации будут даже платить меньше. Как 2,53 население платило, так оно и будет платить. Что касается юридических лиц, сбытовая надбавка с 1,12 копеек уменьшится до 5 копеек, 80-х. То есть для юридических лиц сбытовая надбавка с июля месяца уменьшится на 6,2 копеек. То есть стоимость электроэнергии для них по сбыту уменьшится на 6 копеек. Кроме того, Михаил Кубанцев подробно остановился на проекте реформирования жилищно-коммунального хозяйства, который реализуется в сотрудничестве с Международным банком реконструкции и развития. Волжский вошел в эту программу 3 года назад. За это время власти города выполнили необходимые мероприятия по условиям проекта, чтобы получить деньги на реформирование ЖКХ. И по словам первого вице-мэра, Волжский может рассчитывать на 15 миллионов долларов, которые предназначены для реализации ряда крупных инвестиционных программ. Эти деньги будут направлены на реконструкцию сети водоснабжения и канализации, и на устройство уличного освещения по 261 закону, и на установку приборов учета на многоквартирные дома. Реализация программы намечена на ближайшие два года. Пакет необходимых документов Волжский предоставит в Минрегион развития до 1 июля. После чего состоятся конкурсы для организаций подрядчиков. Важно отметить, что провести столь масштабные работы по обновлению коммунальной инфраструктуры Волжский сможет, не тратя ни копейки из городской казны. По словам Михаила Кубанцева, средства выделяются городу безвозмездно в рамках программы взаимодействия Международного банка реконструкции и развития и правительства России. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.